Радио Болтком Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет Здравствуйте, я Денис Ханов Встречаемся на волнах Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире вновь программа Культ Просвет И сегодня мы поговорим о жизни в период ковида Мы несколько раз посвящали этой теме наши программы Это своеобразный дневник периода эпидемии или пандемии Поэтому сегодня мы поговорим о искусстве О музее, который вынужден был существовать На протяжении полутора лет периода пандемии В состоянии, скажем, гибридном, возможно В состоянии, когда не было возможности увидеть и повстречаться с посетителями Как это повлияло на музеи Что нового привнесло в жизнь музеев И каким образом можно выйти из пандемии Об этом мы поговорим сегодня с Натальей Евсеевой Директором музея Романа Суты и Александр Бельцовый Добрый день Добрый день Я очень рад вас снова видеть у нас в студии После длительного перерыва Рад, что это происходит здесь, очно Наши радиослушатели всегда могут присоединиться к нам По телефонам прямого эфира 67212939 и 67213939 Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, комментируйте Следите за нашей беседой И мой коллега сегодня обеспечивает эфир Родион Золотарев Тот, кто обеспечивает нам возможность говорить Принимать ваши звонки И участвовать в нашем диалоге Наталья, скажите, пожалуйста Может быть, мы могли бы начать нашу беседу С короткого рассказа о том Что это за музей Кто эти два автора, художники И каким образом они, может быть, могут включиться в нашу тему В тему программы Культ Просвет Когда мы на протяжении последних уже семи лет Ищем общее культурное пространство Оно, несомненно, существует И населено оно множеством людей И современности, и прошлого Расскажите немного о музее Романа Сута И Александре Бельцовой, пожалуйста Да, это музей, посвященный двум художникам Супруги Александра Бельцова Родом из России Приехала она в Латвию в 1919 году Роман Сута, латышский художник С которым они познакомились незадолго до этого Во время Первой мировой войны В Пенсинском художественном училище Где оба тогда как раз учились И в 1919, как я уже сказала, они здесь снова воссоединились Зарегистрировали свои отношения спустя несколько лет И в квартире, где они жили с 1935 года Сейчас и находится наш музей Это улица Елизабетас, самый центр Елизабетас 57 Вместе с ними жила вначале мама Романа Суты Тоже человек такой, отчасти легендарная женщина Можно сказать, одна из первых бизнес-вомен у нас в Латвии Ей принадлежало кафе Сукуб В котором собиралась вся богема латышская 20-х годов И по факту хозяйкой квартиры была она И уже после, во время советской оккупации Там была коммунальная квартира Были соседи, две других семьи С которыми они делили эту жилплощадь до 80-х годов До конца 80-х И дочь художников Татьяна Сута, искусствовед Она считала такой своей миссией Сохранить и нести, популяризировать наследие своих родителей Она завещала Национальному музею художественную коллекцию А также и саму квартиру И музей существует с 2008 года Мы, получается, в 2018 году отмечали десятилетие Действительно, пандемия внесла свои коррективы Но так как мы филиал Национального музея художеств Мы, в общем-то, по тому же режиму и существовали Вот эти два года Когда был закрыт музей для всех, то и мы были закрыты Когда стало возможно посещение То есть, ну, небольшими отклонениями И мы открыли свои двери И сейчас, я бы сказала, что даже у нас Некоторое преливегированное положение Потому как небольшие помещения Позволяют разделить аудиторию Вакцинированных и невакцинированных людей И можно даже организовывать небольшие экскурсии Мероприятия, которые, скажем, в большом музее Пока затруднительны Я помню, когда я был студентом Академии культуры Мы посещали Татьяну Сут и ее лекции По истории латвийского искусства 20-30-х годов И это были рассказы в пространстве, который еще не был музеем Это действительно была квартира, где она жила Существовала в окружении художественных альбомов В окружении богатой библиотеки И мы часами слушали по вечерам ее рассказы И я думаю, что это как раз была возможность Для многих из нас Теперь я понимаю, насколько я был привилегирован Когда мы могли слушать не только, скажем, материалы, лекции Которые могли бы быть более сухими, менее сухими Более интересными или менее Но это были рассказы об эпохе, о периоде Поэтому, может быть, перед тем, как мы вернемся к современности К тому, как музей существует сейчас, в период, когда есть целый ряд возможностей посетить выставки Может быть, вы могли бы коротко рассказать о том интереснейшем, безумном, ярком периоде Латвийского классического модернизма, как его называют искусствоведы В котором оба художники, Сута и Бельцова, играли важную роль Может быть, коротко расскажите нам о том, что это за период Это действительно очень яркое время И событийное, и в художественном смысле Как раз сейчас вот проходит в Национальном музее художеств Большая выставка, посвященная столетию рижской группы художников Это вот те самые наши модернисты классические И Бельцовы и Суты тоже были членами этой группы В 1920 году состоялась как раз их первая выставка Вот почему и столетие Ну, наверное, можно, все равно без параллелей в наше время не удается В те времена публика реагировала на современное искусство неоднозначно Так же, наверное, как и сегодня, не всем оно было понятно Но большая часть публики опасалась его ругать и высказываться как-то критически В то время как скандал вызвала покупка отдельных работ для музея Совершенная директором тогдашним Вильгельмом Пурвитом И это такой раскол произошел между старым поколением художников Которые себя чувствовали обделенными И вот молодым поколением художниками модернизма Среди них, кроме Бельцовы и Суты, можно назвать Валдемара Туана, Якоба Казака, Конрада Убана, Янис Лепинш Все эти авторы сейчас вот До этого мы их видели в постоянной экспозиции Большого музея на верхнем этаже А сейчас это собрано вот в рамках этой выставки Что касается Татьяны Суты, я понимаю, о чем вы говорите Это магия так называемого стори-теллинга Когда вы не просто изучаете по учебнику историю искусства или любую другую историю А за каждым этим художником стоит его не просто какая-то сухая биография А определенные какие-то истории из его жизни, его характер И когда вы слышите из уст практически очевидца Человека, который был лично с ним знаком, пусть и в детском возрасте Но это непередаваемо Я думаю, вы действительно счастливчик, что вы могли это слышать Да, и я помню, что эти рассказы нам, студентам середины 90-х Может быть, показывали тот мир, который, возможно, навсегда исчез Это был мир, во-первых, творческих групп Потому что, в принципе, насколько я помню Модернисты в Европе отличались как раз тем, что это была некоторая общинность Это была возможность создать действительно группы людей Которые, может быть, не включались в какие-то официальные институции И нередко противодействовали им Или, может быть, это были, скажем, это был не только эпатаж Это был еще и культурный протест Но в то же время это были люди, которые находили, скажем, тех, кто душевно И, скажем, теоретически были близки И мы создавали подобные общины Я понимаю, что, да, средний класс подобную общинность, возможно, не приветствовал Потому что у людей есть разные представления, фантазия, морали и так далее Но в то же время это, насколько я понимаю Были представители художественного мира Которые мир этот пытались воссоздать в какой-то своей целостности Если я понимаю, то и оба художника, особенно Роман Сута Он работал в различных жанрах Занимался сценографией Он прикоснулся к миру оперы И теоретизировал искусство Потому что это тот период, когда о Латвии узнали не только как о стране Которая только-только вышла из недороссийской империи Но и узнали о латвийском и латышском искусстве Может быть, расскажите немного об этой, условно говоря, претензии на универсальность Да, действительно, ну не только в Европе, но и в России Художники в начале 20 века более так вот кучковались в такие группы Так было проще заявить о себе Громче, ярче выступить со своей какой-то художественной программой И финансово было легче организовывать выставки какие-то Что касается Романа Да, ну он такой аутсайдер даже в этой группе Трудно было с ним ужиться, непростого характера человек Но невероятной творческой энергии Действительно, он попробовал себя, наверное, во всех формах и жанрах И, надо сказать, он и преподавателю был замечательный Не все художники могут преподавать, а он целое поколение вырастил, можно сказать Будучи преподавателем И оставил яркий след и в прикладном искусстве, и в живописи И защищая вот идеи модернизма Рижскую группу в прессе и в каких-то публичных диспутах Действительно была некоторая непримиримость Вот старшего поколения художников Неприятия каких-то новых вещей Ну, по факту, действительно, у поколения модернистов Почти все они были без законченного высшего образования Но в силу исторических обстоятельств Первая мировая война и неустройство последующих лет Это, ну, фактически при всем желании было очень трудно осуществимо И путешествия в Европу, чтобы учиться там Были тоже затруднительны в силу войны, военных лет И это, тем не менее, не означало, что у них было Ну, какое-то ущербное образование Совершенно это не так Более того, они в Рижской художественной школе Успели поучиться у того же Тилборга до этого И у Пурвита И их ученические рисунки И Романа Сута, и Якоба Казака, и Валдемара Тона Показывают, и Убанса Что они владели рисунком академическим перфектно И их, ну, такой вот модернизм, скажем Вот их вот такая стилизация в духе кубизма, скажем так Это не следствие их неумения рисовать, как утверждало вот это старшее поколение Нет Это поиск современного художественного языка Новой выразительности Естественно, они ориентировались на то, что происходит в Европе И хотели поставить Латвию в один ряд С тем, что происходило с феноменами художественными европейскими Но при этом привнести нечто такое вот свое, национальное, особенное Чтобы отличало Латвию из этого общего ряда И я думаю, им это прекрасно удалось И за счет какой-то цветовой палитры и гаммы Своеобразной, особенной И надо сказать, что в абстракцию полную Они не уходят в отличие от таких раннего кубизма Некоторые искусствоведы это связывают вот именно с такой ментальностью Латвийской привязанностью к такому миру пластичной реальности И каким-то ценностям, может быть, такого, ну не скажем крестьянского миропонимания Но связанного с природой, скажем так И вся Европа, в принципе, ход развития искусства 20-х годов Ведет через вот эти кубистические эксперименты К более такому новому реализму, так называемому Новой трактовке реальности За которой чувствуется вот этот опыт поисков кубистических И начала века модернизма Но при этом это действительно обращение к реальности В силу того, что Первая мировая война Повлияла на умы людей И культура Практически люди осознали, что могли потерять себя И культуру как таковую В этой вот перемалывающей Всех и все войне И возвращение к порядку Реальности было продиктовано общими тенденциями Может быть, еще немного поговорим о таком явлении Как художественная группа или объединение Группы увлекались манифестами Манифест — это связь искусства с политикой Иными словами, это некоторый мостик между художественной реальностью И тем, как художественная реальность должна выражаться Или, может быть, даже господствовать в обществе В новом обществе после Первой мировой войны Хорошо помним футуристов, которые мечтали о новом Стальном механическом мире И их приводил восторг и трамвай И скоростной поезд и так далее А также, к сожалению, и оружие Скажите, а культура манифестов В латышском модернизме существовала? Есть теоретические тексты Один из них — это, скажем, вступление К каталогу первой выставки рижских художников В которой были сформулированы Вот их кредо, так можно сказать Есть даже небольшая книжка Которая вышла вот с этими теоретическими текстами Которые можно условно назвать манифестами А может быть, они не были такими громкими Как тот же манифест футуристов Но, тем не менее, такие тексты были И это было продиктовано не просто модой того времени А желанием объяснить местной публике Культурной общественности Что стоит за этим выступлением художественным В России люди уже постепенно привыкли К раскрашенным футуристам на улицах Да, это период ранний, период после Октябрьской революции Да, и даже до революции уже эти всплески Были квадрат Черный Малевича гораздо раньше Чем случилась революция, да, в 2014-2015 год А здесь публика не была настолько подготовлена И действительно требовалось некоторое разъяснение И, кроме того, нужно было отстаивать свои позиции Не шло все так гладко И даже вот с поиском названия той же группы Вначале они выбрали для себя название Группы экспрессионистов Потому как в то время считалось, что, в общем-то, все Что связано с современным искусством Называли экспрессионизмом Все такое экспрессивное Не понимая толком Модное слово Да, не понимая толком, что стоит за этим Сегодня под экспрессионизмом Мы понимаем совсем другое направление Немецкого искусства И, естественно, у латышских художников Этой группы не так много Даже сказать, можно мало общего с ними Но они быстро это поняли И сменили название Потому что один из коллег забраковал Да, совершенно верно Язб Гроссвальд Коллега по этой группе Который имел большее познания Лучше ориентировался в европейском искусстве Потому как как раз у него была возможность путешествовать И учиться за границей Да, он был представителем латышской, как бы, патрицианской семьи По сути дела он вышел из недр семьи, которая создавала Рижское и латышское общество И юристы и так далее Скажите, пожалуйста, если мы сейчас покинем, скажем, прошлое И перенесемся обратно в будущее Скажем, сто лет спустя Вот сейчас проходит выставка рижской группы Скажите, как вам кажется сейчас политическая позиция Художественного пространства в Латвии Художники политизированы? Или нет? Или они... Какую бы оценку вы дали их, условно говоря, гражданскому участию? Потому что мы видим, что рижская группа, да, это и художественные манифесты Манифесты, как бы, анализирующие то, как мы работаем с пространством Как мы достигаем каких-то художественных эффектов И нередко это и технические манифесты То в то же время это были люди-представители Новой политизированной группы, элиты и общества А каким образом сейчас действует художественный мир? Как вам кажется? Это аполитический уход в себя? Это искусство ради искусства? Или же это всё-таки некоторая реакция и рефлексия на то, что происходит в обществе? Я ещё одно маленькое отступление к прошлому хотела бы сделать Я вспомнила, что ещё хотела сказать Что в те времена очень часто новое искусство ассоциировалось с левым движением И действительно были такие инциденты, когда художники модернизма сотрудничали с коммунистической властью в короткий период здесь, в 19-м году Оформляя город к 1 маю И это был вопрос денег, госзаказов И, естественно, возможности выразить себя на площади для большой массы людей Это всегда привлекает И вот этот момент, я думаю, который как раз-таки во все времена художников может привлечать То, что стало ловушкой для русского авангарда в какой-то степени И приглашение во власть, в результате власть перемолола и уничтожила авангард Так и есть, да Но возможность заявить о себе в большом масштабе то, что может предложить политика художнику И модернисты, они потом долго открещивались от этих связей И вообще, действительно, эта параллель с левыми не всегда обоснована Это гораздо позднее уже потом искусствоведы эту связь провели Она не всегда настолько прямая Что касается сегодняшнего времени, у меня нет такого ощущения, что художники политизированы Мне кажется, они реагируют на какие-то такие острые моменты, которые волнуют обычного человека Общество, вот наше, такой вот срез они делают Они как бы, вот как какое-то зеркало, которое показывает Они скорее фиксируют данное, то, что существует в обществе Какого-то футуристического момента Не в смысле классической истории искусства А в смысле, скорее, футурологии Это не присутствует, по-вашему мнению Мне кажется, нет Ну вот сейчас, например, проходит фестиваль современного искусства Survival Kit И в нашем музее в том числе Они в этот раз выбрали площадкой своей мемориальной музеи Риги Уже 12-й раз подряд Да, но вот мемориальные музеи первый раз они выбирают И как раз-таки им показалось и художникам, которые привлеклись вот этим фестивалем И выставляют свои работы Проблемы, скажем, устарения Как это по-русски? Старения Старения населения, да, вот вопросы эйджизма, скажем И мемориальная среда, наверное, как нельзя лучше с этим всем ассоциируется Какие-то вопросы, связанные с памятью То, как человек, насколько он состоит из памяти, да, скажем так И процесс потери памяти, когда она рушится Да, совершенно верно Абсолютно верно И в этой связи, вот мне кажется, что художники действительно, как такие антенны Воспринимают вот такие чувствительные моменты в нашем обществе Политика, это всегда больше, мне кажется, про деньги Про какие-то вопросы, амбиции, интересов У меня всё же другое ощущение Я не скажу, что я очень хорошо в этом разбираюсь У меня больше специфика работать с прошлым, чем с будущим и настоящим Мой опыт общения с современными художниками невелик Но у меня, по крайней мере, вот такое ощущение А если мы снова вернёмся в прошлое, как-то мы там застряли Скажите, а если мы говорим о политической позиции модернистов Я понимаю, что левое политическое крыло – это одно направление А как насчёт, допустим, право-консервативного? Вообще, насколько мне известно, если мы говорим о рижской группе Не было ярко такой политической окраски ни у одного из этих художников Надо отметить, что часть из них, к сожалению, прожили очень недолго Так и есть, да И если и были эти связи, то в силу каких-то, ну вот Оказавшись в каких-то обстоятельствах на работе Там, скажем, вот Роман Суту преподавал в высшей народной школе Таута Саускола, где в основном как раз левое подполье концентрировалось Полностью избежать контактов с ним он не мог Большинство его студентов были левых взглядов И тем не менее он не вступал с ними в такое тесное сотрудничество И наоборот заявлял открыто, что искусство выше всего Что как бы не политика диктует художнику, а искусство должно быть на первом месте Тем не менее это ему не мешало делать, например, эскизы, ваз К юбилею Улманиса или там вот этого Улманисского переворота И потом сделать в 40-м году какое-то оформление вазы во славу СССР Ну то есть для него это все равно была только возможность исполнять какой-то заказ Его взгляды трудно понять, насколько он к этому всему проникался Но вот потом его последующая биография Он уехал в Грузию с началом Второй мировой И там он связался тоже с подпольщиками и антисоветчиками Как раз таки И не имея большого опыта здесь Он уже совсем недолго при советской власти прожил Он не понимал, что у людей там в Грузии другой опыт Они уже прошли лагеря и отсидели И успели после 10 лет лагерей выйти к тому времени И у всех у них были причины ненавидеть советскую власть И очень относились к ней скептически Он не понимал, насколько этот враг опасен И поэтому... А он был известный рассказчик и любил поговорить И, видимо, сказал много лишнего Что и, в общем-то, привело его к тем неприятностям, в которые он попал Он был арестован Да, и репрессирован, расстрелян в 1944-м А какова была судьба его супруги здесь, в Латвии? Да, вот о её взглядах Вот мне кажется, в какой-то момент она как раз не под властью моды Тогда действительно, ведь в начале 20-го века Очень много интеллигенции исповедовало левые взгляды Казалось, что это несёт что-то новое Новое мироустройство Более справедливое, более хорошее Сколько-то лет назад была конференция научная в Академии культуры Как раз о левых течениях и о левых политических, вообще о левизне как таковое Я помню, один из референтов сказал такую важную, на мой взгляд, ключевую мысль Что идеи-то очень хорошие, но потом это всё приходит и портит Когда пытаются реализовывать Да, реализация бывает страшная И вот это очаровывание этими идеями, оно было И это не дань моде, на самом деле, со стороны Бельцовой И потом, в годы оккупации советской здесь Ей казалось, что, ну да, может быть, это действительно изменит всех, всё всех к лучшему Потому что в её дневнике можно видеть, как она фиксирует отношение к евреям в конце 30-х Как оно меняется Ну и к ней самой негативное И ей казалось, что, может, это как-то улучшит ситуацию И в то же время в скорости совершенно появляются записи, в которых она говорит о том, что эти русские не те русские Которых я знала когда-то, когда она жила в России Она понимает, что это пропасть их разделяет Что это совершенно уже другая Упоминает ли она какие-то более конкретные отличия, какие-то примеры? Описывает такую вскользь ситуацию, из которой становится ясно, что эти люди тотально боятся всего Они закрыты, они всего боятся Массовая травматизация Да, нет того душевного общения, о котором она мечтала Надеясь встретить здесь своих соотечественников Но она вот ходила на приемы, устраиваемые посольством Советского Союза В 30-е годы И когда приезжали какие-то звезды, там оперы, например, или балета Их приглашали туда И вот она приходила и понимала, что общаться практически невозможно Были какие-то и такие закрытые вечеринки где-то у кого-то в гостях И тоже она понимает, что эти люди абсолютно другой формации, что они уже не подпускают к себе Они всего боятся тотально И контакта этого больше нет Я думаю, нам стоит рассказать также и о тех открытиях, которые несколько лет назад стали основанием для нового альбома и книги Которая посвящена периоду нацистской оккупации здесь Да, действительно, из-за ее записи дневников Бельцовой стало известно мне Это совсем небольшая информация о том, что она носила передачи в Рижское гетто своему бывшему учителю музыки Она брала уроки пения у него в 20-е годы И там встретила свою знакомую Судя по всему, это художница-автодидакт с детьми своими, с двумя маленькими, помещенная там в гетто И на этом информация заканчивается Записей больше других нет Но в архиве музея, в коллекции музея есть множество рисунков Полузаконченных, незаконченных, едва начатых и более прописанных Около 50-70 композиций, в которых повторяется одно и то же Вот эта плачущая женщина с двумя маленькими детьми в полуподвальном помещении И отдельные зарисовки из того, что могла видеть Бельцова в годы войны на улице Это, скажем, процессия евреев, которая с нашитыми звездами не могла идти по тротуару, а идет по проезжей части Или тоже люди с нашитыми звездами тищут снег Не могла, потому что было запрещено Да, 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 совершенно верно И вот эти зарисовки показаны, одна или две были даже датированы То есть ясно, что это все сделано не после, а во время То есть тогда, когда она это все видела И ясно, что для нее это было очень серьезным таким глубоким переживанием И есть один автопортрет в частной коллекции Который можно считать таким своеобразным обобщением всей этой темы для нее Где она себя изображает в образе такой скорбящей Богоматери И на связь с Холокостом указывает, ну, такой вот голубой полосатый платок Такая покрывала на ней, которую можно отнести, связать с этой еврейской темой Один эскиз показывает вот эту еврейскую женщину в таком же платке, как у нее на этой картине Если мы все-таки возвращаемся в современность темы катастроф 20-го столетия Как вы говорите об этих темах с аудиторией, которая, ну, может быть, уже третье или четвертое поколение И многие уже, у них не было ни собственного личного опыта переживания Они, может быть, даже уже не помнят тех, кто когда-то пережил это и пытался рассказывать Может быть, четвертое поколение так или иначе по биологическим законам эта цепь прерывается Вам приходится все время искать новый язык, каков он? Мне кажется, какого бы возраста люди ни были, ну, старшим, конечно, проще это объяснить Но мне кажется, правильно передавать это через историю отдельного конкретного человека Рассказав вот о его детстве, о том, как он получил образование, как он искал себя в искусстве Как вот перипетии все его жизненные И когда подходишь к этой одной трагедии 20-го века, другой, третий Через призму истории этого конкретного человека это воспринимается всегда очень личностно И я вижу, что людей это трогает И, скажем, когда была большая выставка Бельцовой в 19-м году в Национальном музее художеств Мне тоже, как куратору, казалось самым главным рассказать вот эту историю очень лично Чтобы она достучалась вот до каждого Поэтому были фрагменты ее писем, дневников на выставке Не мой это был рассказ, она рассказывала сама И когда ты это все передаешь, вот ее слова, скажем, или записи какие-то цитируешь Или того же Суту, его переписку То все это открывается в другом свете Через конкретных людей ты можешь почувствовать и боль того времени И трагедию этих событий Это трогает вне зависимости от возраста А вы чувствуете различие поколений в способности или формах восприятия того материала, который вы предлагаете? Так или иначе, выставка, ведь она концептуально одна И она каким-то образом должна быть, может быть, разделена для разных аудиторий И каждая аудитория возрастная должна найти какой-то путь к этой выставке, к этому материалу И чувствуете вы различия в поколениях, в восприятии? Что-то исчезает, может быть, появляется что-то новое, что, допустим, ни вы, ни я мы не можем постичь? Ну, наверняка Я не могла контактировать абсолютно со всеми посетителями Естественно, это как многослойный пирог И кто-то берет для себя что-то одно, кто-то берет только часть, кто-то берет больше Вот, пока вы задавали вопрос, я вспомнила такую историю в нашем музее Когда еще были очные занятия, и приходили детки к нам рисовать И для самых маленьких у нас обычно задание выбрать что-то, что тебе понравилось в этом музее больше всего И вот нарисуй для себя на память, и заберешь с собой этот рисунок Когда задается такая формулировка, то обычно дети выбирают какую-то картину Или рисунок, или тарелку, расписанную художниками И пытаются ее зарисовать И вот я гуляю, разглядываю, что дети изображают И вижу такой на одном рисунке розовый овал Огромный розовый овал Просто закрашенный полностью этим локальным цветом на весь лист И я хожу по экспозиции И я пытаюсь понять, что... И вокруг смотрю этого ребенка Что же, что же ее... Ну, вот эту девочку сподвигло И что это вообще такое? Мне неудобно было спросить Оказывается, это балетные туфельки А, те самые, которые, да Вы помните Денис их в экспозиции Да, это Таня, дочь художников Она по первой профессии была балерина И эти туфельки, на самом деле, очень трогательная история И ей, ну, танцовщики в то время, девочки Не могли позволить себе хорошие атласные туфельки Особенно, если они только учатся И для этих туфелек атлас ей подарил ее первый партнер С которым она танцевала Он украл у своей мамы пояс для чулок И принес ей подарить И приносит вот это вот полотнище Она говорит, господи, куда мне это? Что я с этим буду делать? Он говорит, ты сошьешь себе туфельки И она действительно сшила их И никогда в них не танцевала Она их сохранила на память о нем Потому что вскоре он погиб Во время Второй мировой войны И вот представьте из всего этого рассказа А ребенку западают в душу вот эти туфельки И так всегда происходит На выставке ходят вот толпы людей И каждый выносит что-то свое И нет тут правильного ответа Тут как бы каждый для себя получает свой особенный опыт В этом смысл Соприкасаясь с художником Ты находишь что-то, что резонирует с тобой Это могут быть балетные туфельки А может быть какой-то автопортрет, картина А может быть ее письмо Ваш музей в какой-то степени И мемориальный музей-квартира Мы могли бы так сказать Это ведь налагает какие-то особые требования На, например, сосуществование Какой-то конкретной выставки Сменной выставки И быта, интерьера Вам приходится соединять разные пространства Как это происходит? Ну выставки, действительно у нас сменные выставки Раньше было три в год Сейчас только одна, к сожалению Но в этом есть и плюсы В этом режиме локдаунов переменных Есть долгий период времени Когда можно посмотреть выставку Но так или иначе Концептуально было принято решение Что эти выставки так или иначе Должны быть связаны с нашими героями Или через хронологию Или через какие-то биографические факты Но так или иначе Это должна быть принадлежность к этой теме Классический модернизм И биография обоих художников Плюс их дочь Тоже были отдельные выставки Больше связанные с Татьяной Сутой Но вот сейчас происходит у нас Фестиваль современного искусства В Саваевал Кит И я тоже долго думала А как вот мы впишем это все Во-первых, мне казалось Правильным принять участие Потому что остальные Мемориальные музеи Участвуют в этом проекте И это очень важно для нас Я считаю привлечь Другую аудиторию Которую, может быть, до этого Не приходила в наш музей И я вижу действительно Часть людей, которые сейчас приходят Они здесь первый раз Именно благодаря Саваевал Кит И мне казалось А как это все впишется Да, идея, старение Это все замечательно До Мемориального музея Очень в тему Но как это в наш интерьер войдет Ну, вы знаете, очень органично Приглашаю всех прийти и оценить И я вспомнила, что Бельцова на самом деле Уже во вторую половину жизни В советские годы Она была очень активна До последних дней Она работала Очень много писала Рисовала Ей не мешал и постельный режим Кстати говоря Вот о нашей ситуации Для нее болезнь была Ну, как бы на сопротивление То есть это ее, наоборот, подхлестывало Больше работать И она ориентировалась На самое современное Что появлялось Вот как только какая-то новая тенденция Ее это вот как магнитом тянуло И она пыталась даже экспериментировать Пробовать что-то в этом ключе Какие-то использовать новые материалы Появились только фломастеры Фломастеры Какие-то восковые Бархатная бумага То есть ее все Все новые техники И даже язык художественный новый Тоже ее привлекал И я думаю, она бы оценила Я думаю, ей бы тоже это понравилось Приходите посмотреть Обязательно советуем Также нашим радиослушателям Посетить выставку И постоянную экспозицию И действительно просто побродить по квартире Потому что квартира наполнена Особым духом воспоминаний Этих выдающихся людей Мой заключительный вопрос Сегодня будет связан Может быть с проблемами Скажите, как вы оцениваете Состояние Допустим, гуманитарного образования Школьников Насколько по-вашему Потеряна связь с историей искусства Может быть есть какие-то Если бы вы могли дать рекомендации Педагогам или, например, очередному министру образования Что обязательно нужно было бы сохранить Или увеличить Может быть объем каких-то конкретных предметов Лекции Может быть какие-то новые формы И техники общения со школьниками Как приучить их анализировать искусство? Во-первых, хотела бы вкратце В этом ключе отметить Новый проект Над которым работал и выпустил сейчас Национальный музей художеств Мы в том числе участвовали в этом всем Новая программа Уроки онлайн Которые можно заказать И причем это приспособлена Программа и для варианта Когда дети в классе сидят И у них один телевизор на всех Большой экран И когда они дома Или в телефонах Или в своих компьютерах И это другой режим Не говорящая голова Как это мы видели Вот я у своих детей Например наблюдала Два учебных года А это интерактивный режим Причем задействованы вот эти гаджеты Через которые Похоже единственный способ Достучаться до этих детей А как будто ты с ними должен Чтобы разговаривать Зайти в их телефон Чтобы они тебя увидели и услышали Очень выбран понятный для них язык Формат Задания Которые действительно Могут их заинтересовать Это другое поколение Так и есть И на самом деле О трудностях Ну не готова была Наша система образования К локдауну Но это факт Я видела Кто был готов Да и я вижу Как проходили занятия Не только по истории искусства И другие Это было сложно И заинтересовать детей Ну что говорить Если даже взрослые люди Теряли мотивацию Теряли желание Чем-то заниматься Что говорить о подростках Это понятно Что непросто Что касается истории искусства Опять же Это на мой взгляд Главное Не факты Это потом придет Если появится интерес Зародить Вот Заронить Вот в каждом из этих детей Желание Что-то узнать об этом Научиться Видеть красоту Какую-то Понимать Что искусство Это вот особый язык Для выражения Этой красоты Что он очень разный Может быть А не такой вот Узконаправленный Видите ли вы Какой-то риск Упрощения Вы упомянули Что это должен быть Другой язык Потому что это Другое поколение Нужно достучаться Использовали целый ряд слов Которые описывают Состояние Когда Как будто бы Они закрыты Как будто бы Они недоступны Но может быть Одна из причин То что мы стараемся Создать особый Упрощенный язык Так чтобы было полегче Побыстрее Чтобы не было тяжело Чтобы они Не устали Им не надоело Потому что Все-таки Познание Это труд Это усидчивость Это тоже Способность Которую нужно создавать Засесть за книги И прочесть энциклопедию Это Или просто Хотя бы одну статью Это несколько часов работы А может быть Мы теряем Что-то важное То самое усердие Которое необходимо Может быть Слишком много развлечений Я понимаю О чем вы говорите Это действительно Серьезная проблема Но это вопрос Мотивации И Это вообще Глобальная проблема Для целого поколения Вот у меня дети Подростки У моих подруг Такого же возраста Дети Проблема мотивации Очень серьезная А учеба Это всегда мотивация Но мне кажется Это должен быть диалог И Представьте себя На их месте Вам говорят О чем-то Что вы что-то должны С порога Кому-то Ну я вырос в культуре Должны Да Ну мы такие Мы другого поколения Но они нет Они из другого теста И это должен быть диалог До которого В котором Нужно как бы Вот пробиться Через это все У них есть свобода Та самая Которую мы обретали Куда позднее И вынуждены были Привыкать к ней Поэтому многие Люди нашего поколения И старше Так и не привыкли К свободе Она слишком тяжела Для них А здесь эти люди Рождаются свободными Растут свободными И познают мир Будучи свободными Но познают ли они его Большой вопрос Это то, что меня беспокоит Как педагога Что ж, на этом мы На этом открытом вопросе Мы и закончим Может быть Сегодняшнюю нашу дискуссию Напомню Сегодня в гостях У нас была Наталья Евсеева Директор музея Романа Суты И Александр Бельцовой Посетите этот музей Загляните Пропитайтесь атмосферой 20-30-х годов И посмотрите Также и современные Выставки Которые посвящены Темам старения Сурвайвл Кит Уже 12-й Большое спасибо За ваше время За ваши мысли Удачи вам Сил В поисках нового языка В общении с аудиторией Спасибо большое Благодарю